111 819 человек. Столько жителей края подали заявку на участие в дистанционном электронном голосовании и больше половины уже отдали свой голос. Новый для Алтайского электората инструмент объяснимо привлек к себе повышенный интерес. По словам председателя избиркома края Ирины Акимовой, большинство вопросов в региональный центр ЦИК перед выборами было посвящено именно работе ДЭГа. 24 из 38 вопросов поступили по новинке, которая на территории Алтайского края в этом году применяется, дистанционное электронное голосование. Услышал, узнал, как мне попробовать. Или зашел на свою учетную запись, но пока что-то, какие-то сложности испытал. Практически ни одного вопроса, связанного с теми или иными моментами правонарушающего характера не поступило. Все наши выборы открыты, легитимны, что нарушений практически нет. Скорее, они больше какие-то технические характеры и незначительные, но никаких проблем с волеизъявлением наших избирателей не происходит. Главный выбор, который предстоит сделать алтайским жителям, определить будущего губернатора Алтайского края. Среди наиболее крупных компаний муниципального уровня – голосование за депутатов в Косихинском и Красногорском районах. 17 из 16 мандатов соответственно. Основным днем голосования, как всегда, станет воскресенье, но на участках уже фиксируют активность жителей. Правда, касается это взрослого населения. Я таких молодых людей не видел, как увидел старушку, которая бежит почти, да, вперед, она забыла паспорт, вернулась и побежала снова к избирательному участку. Вот этому надо, наверное, и нашей молодежи учиться, насколько люди заинтересованы. Всего за эти дни отдать свой голос должны почти миллион восемьсот тысяч человек. Третий из них – жители краевой столицы. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов. День с толком. Продолжение следует...